Глава Люберец Владимир Волков и его профильные заместители встретились с жителями городского округа. На этот раз воезная администрация работала в поселке Мирный. Какие вопросы и проблемы волнуют жителей нового микрорайона, расскажет наш корреспондент. Я обратился по вопросу развития, так сказать, автобусного парка, который обслуживает ЖК. Хотелось бы, чтобы здесь было побольше либо низкопольных маршрутов, которые удобны для мобильных пассажиров, жителей с детьми, с колясками детскими и большой вместимости автобусов. На этой площадке можно получить ответ на вопрос любой направленности. Представители всех сверхжизнедеятельности округа на месте и готовы к диалогу с жителями. Все жалобы и обращения берут в работу моментально. По уборке в подъезде данного микрорайона, где мы находимся, жители обращались. И по качеству водопроводной воды. У жителей есть нарекания, совместно с управляющей компанией наметили план действий. И завтра уже к жителю выйдет сотрудник управляющей компании для проверки и принятия мер. А в разделе благоустройства среди самых часто задаваемых вопросов об устройстве пешеходного перехода к парку «Лесная пушка». Новая зона отдыха пользуется большой популярностью среди жителей Томилина парк. Прямо рядом с ЖК непосредственно строится Южно-Лоткаринская автодорога. И из-за чего мы, получается, все жители будем отрезаны от единственной зеленой зоны. Это лесопарк, Томилинский лесопарк. И сейчас он парк «Лесная пушка». Нам обещали ее построить, но до сих пор нет, так как у нас ЖК расширяется. Очень много домов, очень много детей и пожилых людей. Некуда выйти погулять даже. И вот сейчас мы расстались только с жителями, которые просили продумать пешеходную коммуникацию вдоль Новорезанского шоссе. Открывая лесную опушку и подводя, скажем так, входную группу максимально к новой выстроящейся дороге, мы, конечно же, продумывали, что жители поселка Мирного должны попадать на красивую зеленую территорию. Ровным счетом, как и обеспечение безопасности, создание пешеходного тротуара вдоль Большого Новорезанского шоссе, конечно, это такой же очень важный вопрос. Наряду с профильными заместителями, а также руководителями управляющих и ресурсоснабжающих компаний на вопросы жителей отвечал и Владимир Волков. По итогам встречи глава Люберец дал своим коллегам ряд поручений. В результате большой командной работы ни одно обращение не останется без внимания и ответа.